Здоровье и хорошее состояние водителя для предприятия – это не только забота, но еще и гарантия того, что автотранспорт останется в сохранности. Задачи будут выполнены грузы и люди доставлены по назначению. Именно поэтому в целях безопасности сотрудники госавтоинспекции следят за соблюдением всех правил безопасности, начиная от проверки документов и заканчивая осмотром огнетушителя и аптечки. Ведь несоблюдение нарушения закона ведет к последствиям. При проведении рейдовых мероприятий по выпуску техники на линию сотрудники ГАИ уделяют особое внимание физическому состоянию водителей, техническому состоянию транспортных средств, а также наличию соответствующей документации. Задача медицинского осмотра – не допустить к управлению транспортным средством человека, который по состоянию здоровья, не может это делать. При этом освидетельствование проводят в течение всего рабочего дня. Все зависит от доктора. Как доктор проверит его физическое состояние, ну и оттуда выходит вердикт. Но в последнее время не было у нас таких случаев, что мы не допускали по физическому состоянию, и тем более по состоянию алкогольного управления к управлению на здоровье. Это очень большая процедура, чтобы не подвергать других людей и себя тоже. И на работе, чтобы было все хорошо. В ходе профилактического мероприятия сотрудники госавтоинспекции побеседовали с работниками, напомнили о важности соблюдения всех установленных правил дорожного движения. Находясь за рулем транспорта, поговорили о правилах перевозки грузов, а также акцентировали внимание на мерах ответственности нахождения за рулем в состоянии алкогольного опьянения. От 5 до 20 базовых величин. В случае повторного задержания данного лица, штраф составляет от 20 до 50 базовых величин. Возможны общественные работы и административный арест. В случае неоднократного задержания данного лица в течение года наступает уже уголовная ответственность. Анастасия Мелешкевич, Андрей Щерба, Юрий Лимонтович, телекомпания БУК-ТВ.